Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, это обзор партии 11 тура турнира претендентов между Фабиана Каруана и Дином Леженем. Итак, Каруан играет белыми, начинает ходом Е2, Е4, и Дин отвечает 7 тысяч. На доске возникает испанская партия, поэтому Дин Лежень явно грозит своему сопернику знаменитой контратакой Маршалла. Уже следующим ходом он собирается запульнуть свою пешку на Д5, но белые наносят первый удар, играют С4, и на слон Б7 Д3 укрепляют свой центр, не допускают пешку на Д5, теперь уже Дин спокойно ставит пешку на Д6, и белые спокойно развиваются, слона на Д2, потом коня на Ц3. Ну что ж, конь А5, Дин отправляет коня на край доски, и Б4 отгоняет белого коня, и потом Ц5 захватывает пространство на ферзевом фланге. В своей излюбленной манее действует китайский гроссмейстер, не стесняется он захватывать пространство на доске, ну а белые переводят коня на поле Ж3, и готовят атаку на позицию черного короля. Интересно то, что эта позиция уже много раз встречалась на практике, и в основном белые всегда играли коню в 5. Хочу для примера показать недавнюю партию Александра Матылева против Павла Панкратова, там черные отреагировали достаточно успешно, отступили слоном на Ц8, и на ход коня на Х4 другим слоном отступили на поле Д8. Казалось бы, такие спокойные движения слонами позволяют белым начать атаку, видите, что белые подтягивают ладью, хотят ее куда-то на поле Ж3 отправить, но это оказывается неудачным решением. Черный играет Ж6, и на ход ладья Х3, С4 перекрывают слона, потом Д3, Б3 полностью вырубают этого слона из игры, и прорываются по центру к ходу Д5. Белые еще пытаются атаковать, но черные спокойно защищаются, принимают жертву фигуры, и на взятие играют еще и Ф4, нападают на ладью, и таким образом черные отбили атаку, остались с лишней ладьей, и в итоге Павел Панкратов праздновал победу. Так что ход коня в 5 не приводит к прямым каким-то выгодам, и Круана демонстрирует новинку. Он играет конь А4, хочет он на поле Ф5 другого коня отправить. Черный пока препятствует этому ходу Ж6, Круана нападает на ладью, ладья отступают из-под боя, и все-таки конь становится прямо под бой пешки. Дело в том, что бить коня ни в коем случае нельзя, тогда последует ответное взятие, и Ферзь готов пойти на линию уже с неминуемым матом черному королю, так что это продолжение не годится, но Дин Лежинь спокойно отступает слоном на Д8, сохраняя хладнокровие. Конь Ж7, диковинная позиция для белого коня, Круана фианкетирует свою лошадку, нападает на ладью, ладья вынуждена отступить на поле Ф8, и спокойный ход Х3 с тем, чтобы не допустить черного коня на Ж4. Ну что ж, время Дина проявлять активные действия, и он играет Б3, вырубает из игры белопольного слона, белые забирают на Б3, взятие. Взятие, пока у белых временно лишняя пешка, но после хода слон С6, черная ладья начинает действовать по открытой линии, и эти пешки становятся серьезными объектами для атаки. Ладья С1, пока играет Круана, собирается где-то подкрепить свои пешки ходом ладья С3, но здесь Дин находит очень точное решение. Король Х8, сильнейший ход, создавая угрозу поставить ладью на Ж8, и все-таки съесть взорвавшегося коня. Коню нужно срочно предпринимать какие-то действия, Круана находит ход конь Е6, и на взятие-взятие ладьи, кажется, что белые выиграли качество, но после хода слон А5, под боем оказывается слон, и под боем оказывается белая ладья. Приходится отводить слона обратно, и черные отыгрывают качество, после чего еще и съедают пешку на поле Б3. Очень точная игра китайского гроссмейстера позволила ему решить все дебютные проблемы, однако Круана продолжает накручивать инициативу. Ферст на А5 нападает на пешку, черные отступают с конем, прогоняют слона из своего лагеря, и потом прикрывают пешку на поле А6. Кажется, что все под контролем. Круана возвращает ферзя обратно на Д2, прикрывает тем самым слабые пешки Б2 и Д3. Черные укрепляются по черным полям, и здесь Круана начинает вторую волну атаки ходом Ф2-Ф4. Опять же пытается всеми силами расшатать позицию черных, и надо сказать, что у него это получается. Здесь Дин мог спокойно играть. Например, слон С6 был бы спокойный ход, или ладья Б4 с примерно равной позицией, но вместо этого он идет на конкретный вариант, забирает на Ф4 и на взятие слоном. Но я так предполагаю, что изначально планировался ход Д5, скрывая слона по большой диагонали, но ему не понравилось взятие ладьей на С5, взятие-взятие, взятие слоном, размен ферзей, и вот кажется, что этот Эншпиль должен быть абсолютно безобиден для черных, но выясняется, что самое естественное отступление просто проигрывает партию из-за хода ладья Ц7, и потом слон идет на поле Ф8, оказывается, что черные никак не могут защититься нормально от шаха на поле Ж7, и попросту проигрывают коня. Однако черные могли отступить слоном на Б1, и оказывается, что это сильнее. Теперь на ладья Ц6, размен, размен. Но у белых небольшой перевес в Эншпиль, за счет отдаленной пешки, но в принципе черные могут сопротивляться. Дин же решил на всякий случай прогнать слона с поля Ф4, и допускает он очень серьезное ослабление своей позиции. Белый конь теперь прямо просится на Ф5 в атаку. Ферзь Е5. Дин атакует отсталую пешку, но выясняется, что это все эфемерные угрозы. Конь Ф5, тем не менее, нельзя бить пешку на Б2, из-за неожиданного взятия пешки на Д6. Ну и здесь получается, что белые отыгрывают фигуру, и получают просто выигранную позицию. Поэтому черные изгоняют коня с поля Ф5. Размен. Нападает Круан на ладью. Ладья отступает на Б6. И в этот момент у белых было сильнейшее продолжение. Круана мог сыграть Б2, Б4, подставляя пешку под бой, и после взятия ладьи, слон с темпом переходит на большую диагональ. Ладья вынуждена занять позицию на Б5. И, что интересно, потом белые переставляют фигуры для атаки пешки Ф6. Это выглядит очень неприятно для черных. Ладья на Б5 действительно здесь оказывается вне игры. В партии же было примерно то же самое, только без жертвы пешки. Ладья найдет на Ф1. Король укрепляет пешку. Прогоняем ладью. И вот ладья черных ход в ход буквально успела защитить пешку на поле Ф6. И черные каким-то чудом держатся. Белые усиливают давление. Черные спокойно укрепляют позицию. Здесь тоже заслуживало внимания ход Б4. На что, видимо, надо прорваться в центре ходом Д5. Ну и, как ни странно, черные пока держат позицию. Хотя белые соклоняют определенный перевес. Круана пробует открыть еще одни слабости. Играет А4. Пытается как-то ослабить черного короля. Дин прикрывает белые поля. И Б4 с обоих флангов Круана расшатывает позицию черных. Здесь, видимо, надо было побить на Б4. Сыграет ладья Ф7. Холодно. И не страшно. Заброс ферзя на Б6. Просто отдают черную пешку. Но зато выкидывают ферзя в контратаку. И получают, в принципе, обороноспособную позицию. А вот после хода слон Д7 вновь белых перевес. Взятие на Ц5. Ладья Б1 пытается Круана забраться по открытой линии. Слон перекрывает эту линию на Б5. И вот здесь, опять же, движки показывают, что сильнейшим решением был бы нестандартный ход. Ладья Е1 укрепляет центральную пешку. Дело в том, что нельзя бить пешку на Д3 из-за размена и хода ферзь Е3 с двойным ударом на слона и на пешку. Ну а если как-нибудь ладить король Ж8 сыграть, уходя королем с подсвязки, то ферзь Ж3. И в этой позиции белые сохраняют очень сильное давление. Хотя, по ему выигрышка, движки пока не показывают. И я так думаю, что Дин продолжит бы сопротивление. Ну а в партии Круана разминивается на Ж5. И, как ни странно, в будущем этот размен сыграл на руку черным. Итак, ферзь Ф5, нападая на пешку. Единственный ход это увести короля из-под связки. И Д4. Круана прорывается по центру. Слон ДТ. Контроудар от Дина. Нападаем на ладью, нападаем на пешку. Ладья защищает пешку сзади. Взятие на Д4. Взятие слоном. И Дин предлагает размен ферзей. Очень холодная игра. Белый отступает с ферзьем. Слон отступает из-под боя. И Е4, Е5. Круана рвется вперед, вскрывая позицию черного короля. Ну и здесь после взятия на Е5 шаг в центр. Потом ферзь Берк Е5. И у белых была бы абсолютно выигрышная позиция. Однако Дин находит единственный способ не проиграть в этой позиции. Это холодный ход ферзь Д7. Не только нападая на слона, но еще и беря под контроль важнейшее поле Д5. Не допускает туда белого ферзя. Слон Ц5 нападая на ладью. Ладья отступает. Попутно нападая на слона. Теперь если двинуть пешку на Е6, то ничью дает ход ферзь С6. И оказывается, что размены ферзей не избежать. Последовала партия ферзь БТ и шаг. Черные закрылись ферзем. Е6. Кажется, что с такой пешкой просто невозможно бороться. Однако ферзь холодно отступает на Ц7. И вскрытый шаг ничего не дает белым фигурам. Пешка дошла уже до 7 яда. Но на поле Е8 здесь надежная блокада. Дальше пешка не пройдет. Слон находится под боем. На слон Д4 Дид выкидывает ферзя в контратаку. И здесь Каруана неожиданно допускает серьезную ошибку. Можно было отступить слоном на любую клетку большой диагонали. Сюда, там, либо сюда. И это давало бы равную игру. А вот ход слон Е3 допускает очень неприятный ответ. Ферзь Ж3. Теперь под боем ладья. Связка по третьему ряду. И черные еще грозят сыграть слон С6 с атакой пешки Ж2. Неожиданно белые попадают в тяжелую позицию. Каруан находит ход ферзь Б4, защищая ладью. Ладья Х8. И вот она сказывается в вскрытии крайней вертикали. Черные начинают атаку по линии Х. Белые превращают пешку в ферзя, пытаясь отвлечь черные фигуры. Но здесь движки показывают, что проще всего было взять, объявить шаг и перейти форсированно вот в такой вот Эншпиль. С лишней пешкой. Но не факт, что эту Эншпиль удалось бы выиграть. Один играет на атаку короля. Шаг на Ж2. Взятие ладьей на Е8. И в этой позиции Каруана имел прекрасную возможность немедленно играть в ничью. Для этого нужно было поднять ход. Слон бьет Ж5. Вскрывая позицию черного короля и форсируя размены. Например, взятие слона. Размен ладей. Шаг на Е7. Ну и здесь, чтобы избежать вечного шаха, приходится отдавать пешку на Ж5. Ну и самое обидное для черных то, что белые играют в ферже 3, просто разменивают ферзей. И этот Эншпиль без фигуры абсолютно ничейен, поскольку поле превращения крайней пешки не того цвета, что их слон. Король белых просто пешком отправляется в угол. И из этого угла его невозможно выгнать. Черные могут съесть обе белые пешки, но все равно позиция остается ничейной. Но, однако, упускает эту возможность Куруана, играет ферзь Ж4, и это уже практически решающая ошибка. Черные централизуют ферзя, и белые попадают в очень тяжелую ситуацию, где им нужно защищать позицию без пешки. Предложим размен ферзей. Шаг. Король отступает, и черные постепенно подтягивают свои фигуры для атаки. Слон переходит на большую диагональ. Ферзь Ж4 уже грозит мат в один ход. Приходится как-то единственными способами изыскивать защиту, переводить ферзя на поле Ж3. Ну и здесь, наконец, Дин понимает, что без размена ферзей не обойтись и разменивается на поле Ж3. Возможно, еще точнее был ход к королю в пять, пытаясь немедленно перевести короля на Ж4, но не будем уже придираться к позиции. Итак, размен ферзей. Черные подкрепляют слона пешкой и ведут своего короля на поле Ж4. Король задален максимально активную позицию. Теперь время активизировать ладью. Пока что ладья Е7 играет Дин. И надо сказать, что этот ход полностью себя оправдывает, поскольку белый играет ладья С3, и уже этот ход должен был привести к немедленному поражению. Точнее было ладья С5. Но очень сложно понять, какой ход точнее. Кажется, ладья С3, ладья С5. В чем разница? Оказывается, идея в том, что на ход слон Д3 теперь белые могут перекрыть линию Е слоном. И опять же держать оборону. А на ход ладья Д7 играют Ж3, отступают королем. И, как ни странно, в этой позиции черные напрямую не могут выиграть жертва. Качество на поле Ж3 не оправдывает себя. И пока что белый держит оборону на последнем рубеже. А вот ход ладья С3, оказывается, допускает очень красивый тактический ресурс. Это ход слон Д3. Подставляем слона под бой и хотим прорваться ладьей на второй ряд. Размен слонов приводит к абсолютно проигранному ладейному ленджпилю. Поскольку невозможно защитить одновременную пешку А5 и защититься от вторжения ладьи на второй ряд. Белая просто проигранная позиция. Ну а если на слон Д3, например, слон Д6 сыграть, то ладья вторгается на второй ряд. Ну и дальше черные надвигают свои пешки. Не допускают взятия на Ж5. И просто прицеливаются к пешке Ж2, что приводит к немедленной победе черных. Но, однако, Дин упускает эту возможность вместо хода слон Д3. Он играет ладья Д7. Тоже напрашивающее решение. Ладья активизируется на второй ряд, пытается прорваться. Белые находят единственную защиту. Это ход Ж3. Слон Д3 уже здесь. Белые пока держатся. И вот в этой позиции еще держала оборону ход ладья Ц2. И слон Ц7. На последнем рубеже белые все еще держат оборону. Черным не так просто прорваться. А вот ход слона на поле Ц7 оказывается серьезной ошибкой, поскольку следует ладья Е7 с угрозой вторжения на Е2. И оказывается, что ход ладья Ц2 не помогает, поскольку есть ход слон Д3. И ладья разрывается между защитой слона и защитой поля Е2. В партии последовал ход слон Д8. Шаг ладьей. Король вступил на Ж1. Ладья напал на слона. И потом слон Д3 перекрываем белую ладью, нападая на пешку. И уже в этой позиции Куруана признал себя побежденным. Дело в том, что просто стоять здесь не получается. Черные активизируют короля. Создают матовую сеть вокруг белого короля. Ставят своего слона на большую диагональ. Ну и здесь просто грозят отскоки ладьей. Ход слон Б8 не помогает, поскольку теряется пешка Ж3. И две связанные проходные проходят в Ферзи. Такая вот очень увлекательная партия. Куруана применил дебютную новинку. Однако Дин Лежей достаточно хорошо отреагировал. Сумел уравнять ситуацию. Однако потом все-таки сыграл не точно. Куруана получил довольно заметный перевес. Однако компьютерными ходами Дин Лежей ход за ходом защищал свою позицию. Не позволял Куруане прорвать оборону. И в итоге Фабиано дрогнул. Сам допустил ошибку. Чем немедленно воспользовался китайский гроссмейстер. На самом деле феноменальная по точности игра Дина Леженя. Буквально единственными ходами он играл всю партию в сложнейшей позиции. Не допустил атаку на собственного короля. И в единственный момент, когда Фабиано допустил мини-слабину. Перехватил инициативу и довел эту партию до победы. И это уже третий подряд победы китайского гроссмейстера. И он отправляется в погоню с Даяном Непомнящим. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok